добрый день сегодня мы заканчиваем чтение лекций по нашему курсу курс физики ядра и частиц и сегодня будет лекция которая в общем то никогда не звучала в стенах физического факультета эта лекция специально сделана для того чтобы закончить наш курс именно здесь в представлении видео лекций течина за что я пользуюсь случаем выражаю признательность устроителям этого мероприятия и сегодня я буду говорить о весьма общих вещах тем не менее имеющих отношение к тому курсу лекции который вы прослушали в некотором смысле сегодняшняя лекция может быть и как бы самостоятельной и если бы ее называть как-то то я бы назвал ее так особенности изучения физики микромира дело в том что то о чем мы с вами говорили в течение всех этих лекций было посвящено весьма особому разделу физики которым требуется совершенно особый подход и сегодня мне будут помогать великие люди и вот эти вот наглядные пособия в виде такого традиционного нашего народного творчества именно матрешек именно с помощью этого мы попробуем с вами понятники особенности которые у нас возникают при изучении нашего курса но начну я с вот этой вот цитаты выдающегося физика двадцатого века нильсбора который собственно был одним из создателей современной физики физики ядра и физики частиц и эта цитата говорит нам о том что собственно мы видим мир своими глазами и видим его именно в преломлении нашего человеческого понимания именно поэтому у нас очень часто возникают вопросы а почему мы видим так много вещей которые мы описываем казалось бы не так как мы на них смотрим почему мы имеем дело с таким количеством различных физических моделей почему мы не можем просто сказать о том что вот это вот так вот это сяк вот это вот простое описание вот это чуть более сложное описание попробуем сегодня поговорить об этом вот она наша структура вещества вот это те самые матрешки которые мы видим здесь начиная от макроскопических величин и заканчивая самыми последними о чем можем говорить более того здесь мы даже пошли дальше мы не ограничились просто кварками мы задали вопрос а если еще что то еще мельче любопытно то что на этом слайде вы видите размере правильно ли это тут действительно очень интересный вопрос на самом деле эту картинку можно довольно часто встретить на различном популярном изложении наших разделов но мы с вами говорили что мы не будем этим пользоваться и сейчас я сменю слайд и больше мы не увидим этой картинки именно в таком виде вот чем мы с вами руководствуемся и вот наш язык самое важное чтобы я сказал в нашем курсе это не научиться говорить на этом языке но понимать его я думаю любой из вас кто владеет хоть в какой-то степени иностранным языком а особенно те кто могли их применять например привезите в страну которым говорят на этом языке понимают эту разницу понимать и владеть достаточно свободно так вот наш курс именно и настроен и на тех кто будет дальнейшем владеть достаточно свободно это люди которые будут заниматься этой физикой и для вас это должен быть родной язык вы должны уметь на нем говорить говорить свободно вы должны понимать вот эти значения для вас условно говоря фраза 100 мэв частица при 100 мэвах взаимодействует с тем-то и тем-то должно немедленно приводить к определенным выводам вы должны представлять себе те процессы которые при этом происходят что же касается всем остальным всех остальных то здесь речь идет о том чтобы понимать это вам не обязательно владеть свободно вам не обязательно разбираться в тонкостях но вы должны понимать что вот эти цифры соответствуют определенным процессом с определенными объектами и различать их чтобы не хлопать глазами при фразе что-то на таком-то ускорителе достигнута энергия 500 гэв например и спрашивать а что это это как вообще это вот какая энергия большая или нет то есть глядя вот на это вы должны четко сопоставлять те матрешки которые на элементарном уровне мы определяем как размеры энергии если вы говорите на этом языке если вы владеете им свободно то есть вы профессионал вот это вам уже не нужно для вашей профессиональной деятельности опускаться сюда вы будете только в том случае если вы будете преподавать если вы будете рассказывать об этом если вы будете заниматься популяризацией тогда вам неизбежно придется переводить вот этот язык на вот этот язык опускаться отсюда сюда ну а сейчас то наша с вами задача пока понять что находится здесь что еще тут важно если вы посмотрите налево то тем не менее вы видите модельные изображения наших объектов мы по сути дела в этой точке находимся с вами вот здесь лорд кельвин выдающийся физик 19 века один из создателей термодинамики человек который ввел понятие энтропии человек который дал нам абсолютную шкалу температур его заслуги перед физикой несомненно однако это был некий предел того знания если я не вижу механической модели я не могу понять явление говорит кельвин если у вас не сводится все к механическим процессам то этого нет вы это не описываете это была та грань которая проходила между старой физикой весьма удачно описывающий макро явление и новой физикой которая перешла в разряд микро явлений ушло ли это полностью отнюдь смотрите вот она эта модель что мы тут видим шарики шарики движущиеся по траекториям шарики в центре обратите внимание на соотношение между центральной частью и размерами всего от это абсурд мы знаем что даже если мы опустимся на уровень рассуждений о размерах вот эта часть на 45 порядков должна быть меньше чем размер атома но тогда мы не увидим модели тогда мы не будем находиться на этом уровне мы не построим эту модель и не поймем ее поэтому вот это некий первый уровень кто-то возможно останется на нем это будет означать что вы понимаете язык ну достаточно чтобы не потеряться чтобы не умереть с голоду в той стране в которой вы попали но полноценно общаться вы конечно не сможете почему потому что мы делаем шаг вперед и мы видим гейзенберга я сказал что мне сегодня будут помогать великие люди выдающиеся вернер гейзенберг получил на блевскую премию с формулировкой за создание квантовой механики глядя на сегодняшние премии редко можно встретить такое определение хотя конечно все современные лариаты вполне достойные люди и гейзенберг говорит нам уже совсем другое что все что мы видели до этого все те характеристики становятся крайне неопределенными когда мы говорим о микромире когда мы говорим о атомах ядрах частицах взаимодействия поэтому очень важно позволить себе совершить этот переход от кельвина гейзенбергу от необходимости покажите мне вот это иначе я не пойму к тому что говорит гейзенберг к переходу к новой физике тогда даже вот та структура который вы видите сейчас перед собой становится совершенно другой это тоже механистическая модель вполне механистическая хотя здесь есть уже нечто о чем мы можем говорить мы видим динамику мы видим исчезающие появляющиеся частицы это уже не тот случай когда у нас полная механика хотя по прежнему мы видим шарики скрепленные неким взаимодействием но мы уже говорим с вами о взаимодействиях мы уже говорим о том что протон это не очередной шарик который нам встретился как изображено здесь это уже структура это уже практически разговоры о полях и взаимодействиях можем сделать еще шаг это не просто 3d картинка и не просто попытка промоделировать к варголионную плазму внутри нуклона это нечто большее это уже распределение полей мы уже подошли ближе и возможно в какой-то степени это предел того что мы можем себе представить это не значит что вот это конечное правильное представление о устройстве микромира это значит только то что мы проделали некую эволюцию вот отсюда через эту картинку вот к этой картинке здесь уже становится более понятно насколько все сложно и насколько все отличается от простейших механистических моделей именно об этом мы с вами говорили именно к этому надо стремиться я старательно избегаю слова представлять потому что конечная наша с вами цель перестать представлять конечная наша с вами цель понять что мы можем описывать уже ничего не представляя это на самом деле очень важно и здесь мы конечно будем говорить о полях электромагнитное поле и вот его простейшее выражение смотрите ну в общем то мы работаем с макроскопическими объектами но мы уже с вами представляем о том что есть нечто что не так просто укладывается в в те простые модели о которых мы говорили это переход к представлению полей и к тому как они распространяются уже на макро уровне мы можем сделать и следующий шаг радиационные пояса земли распределение электромагнитного поля вызванные наличием у земли магнитных свойств и его работа с теми частицами которые идут к примеру от солнца в результате мы видим наш защитный экран который защищает нас от тех частиц которые доходят до нас в виде солнечного ветра смотрите представление о полях становится весьма общими мы начали с вами с микро уровня посмотрели на них на макро уровне доступные нам и перешли на тот уровень который уже превосходит наши земные возможности таким образом мы видим что это вполне общее явление до этого даже не нужно уходить куда-то вглубь вещества и более того мы на таких примерах видим что те явления которые например свойственно для изучения космоса берут свое начало на микро уровне на уровне атомов ядер и частиц именно поэтому современная астрофизика невозможно без понимания физики частиц и физики атомного ядра так мы приходим к вам с вами к типам взаимодействий на сегодняшний день мы знаем что у нас четыре типа взаимодействий все они более менее для нас доступны хотя каждый изучен по-своему начиная от хорошо известного нам электромагнитного взаимодействия к более проблематичному сильному или ядерному слабому и наконец-то совсем непонятному гравитационному последний очень часто вызывает вопросы как же так а сила тяжести закон всемирного тяготения все это есть но это все преломление гравитационного взаимодействия на макро уровне равно как например удачным примером преломления электромагнитного взаимодействия на макро уровне является известная нам со школы сила упругости она имеет абсолютно электромагнитную природу если мы ее рассмотрим внутри а что переносит это взаимодействие как эти частицы переносчики взаимодействуют вот вопросы гравитационного взаимодействия тут их действительно много немало вопросов и к сильному и к слабому которая на определенных этапах может объединяться с электромагнитным вызывая электрослабое взаимодействие что мы сделали на сегодняшний день мы построили то что называется стандартной модель и в рамках нее можем говорить о очень многом в частности о группах частиц которые она описывает это кварки это лептоны это переносчики взаимодействий все они отличаются своим отношением к тем четырем взаимодействиям о которых мы говорили стандартная модель намеренно игнорирует последнее гравитационное и для этого вводится специальный механизм специальное поле пожалуйста не путайте его ни с каким другим взаимодействием это отдельное поле названы в честь одного из теоретиков авторов этого механизма на не здравствующего питера хиггса полем хиггса а частица переносчик бозоном хиггса это последняя открытая около 10 лет назад экспериментально открытая частица стандартной модели ее построение закончено это не как я часто говорю не иконописное нечто почему просто надо поклоняться и говорить что это так это действительно модель очень хорошая но модель описывающая далеко не все и вот теперь снова нашу структуру я обещал что больше мы не увидим размеры но мы знаем что эти объекты существуют и что они если так можно сказать генеалогически связаны друг с другом попробуем двинуться дальше и посмотреть а что мы еще можем описывать безусловно это кварки это сейчас наименьшее известное нам но остающиеся под вопросом есть ли там что-то матрешка вот в этой серии и наименьшее она не потому что мы дошли до конца отнюдь мы не дошли до конца здесь знак вопроса а как знать может быть и и удастся открыть но технологически именно на этом на кварковом уровне мы пришли к пределу те технические средства наш инструментарий ускорители которые мы имеем на сегодняшний день не позволяют нам и я скажу аккуратно слово пока не позволяют нам ответить на вопрос а если там что-то дальше это что-то или там уже ничего нет или я должен убрать эту матрешку и не говорить больше об этом вполне возможно что мне хватит именно такого уровня объяснить я остановлюсь на этом и не буду двигаться дальше а может быть и нет кварки интересные частицы все они имеют свои разные характеристики начиная от масс самых легких и до самого последнего тяжелого т-кварка есть веские основания предполагать что он не образует никаких связанных систем то есть не входит состав адронов частиц состоящих из кварков легкие кварки напротив образуют хорошо известные нам частицы в первую очередь протон и нейтрон они состоят из у и д кварков протон из 2 у 1 д и нейтрон из 1 у и 2 д все остальные частицы нестабильные нейтрон тоже относятся к числу нестабильных частиц за исключением его бытия в ядрах все остальные частицы чрезвычайно короткоживущие и содержат себе вот эти тяжелые кварки к их особенности относится дробный заряд именно это вызвало столько вопросов при введении этой гипотезы почти 60 лет назад именно это вызвало непонимание очень долгое даже неприятие кварковой модели как так дробный заряд кварка мы не можем наблюдать кварки в свободном состоянии это явление известно под названием конфаймента зато мы очень хорошо можем наблюдать и наблюдаем это и на современных и на чуть более ранних ускорителях свойства которые связаны с группировкой кварков из так называемыми процессами адронизации если вы пытаетесь выдернуть отдельный кварк он при наличии соответствующей энергии которые вы ему сообщаете как раз в эксперименте обкладывается шубой из других кварков и образуют новые частицы так мы наблюдаем множественное рождение частиц в столкновительных экспериментах при высоких энергиях это детектор CMS большого адронного коллайдера самого мощного ускорителя на сегодняшний день поэтому мы можем изучать кварки но не впрямую а косвенно таким образом эти наши частицы входят состав ну клонов то есть и и других составных частиц которые мы действительно можем изучать вот посмотрим на них чуть подробнее та классификация которую сейчас мы имеем делит нам все адроны частиц состоящие из кварков на барионы в них 3 кварка или если не выделять отдельно класс антибарионов 3 антикварка или мизоны система кварк антикварк к самым известным барионам относятся протон и нитрон мизоны все являются нестабильными ну а самыми легкими и часто встречающимися именно потому что в экспериментах они рождаются чаще всех являются пионы пимизоны состоящие из у антидэ антиудэ или пар у у антиудэ антидэ кварков всего же адронов сейчас очень много основная масса частиц а их известно с античастицами почти 500 на сегодняшний день это именно адроны есть частицы которые находятся пока под вопросом к примеру тетракварк вполне возможно что его существование будет доказано самое ближайшее время частицы состоящие не из двух не из трех а из четырех кварков таким же пока вопросительным является так называемый пентакварк ну вот у этого гораздо больше шансов быть обнаруженным поскольку его уже наблюдали в четырех видах в отличие от пентакварка который известен только один лептоны гораздо более интересные частицы ну а самое интересное из них это конечно не заряженные лептоны нейтрино сейчас можно сказать мы стоим на пороге вполне возможного но если не революции то очень сильного продвижения вперед в изучении этих частиц открытое 90 лет назад а точнее предсказанное открытое позже предсказанное порядка 90 лет назад эта частица до сих пор оставляет гораздо больше вопросов чем ответов проблема связана с ее взаимодействием с веществом в отличие от всех других частиц которые взаимодействуют с веществом так что мы видим это взаимодействие довольно часто эта частица взаимодействует крайне редко работая с гамма квантами на одной из наших задач практикума вы можете зарегистрировать за два-три часа вашей работы больше частиц чем было зарегистрировано нейтрино за весь период наблюдения всеми детекторами которые были построены к тому времени включая самые большие такие как детектор ice cube самый большой нейтринный телескоп на сегодняшний день чувствительный объем 1 кубический километр именно такие ловушки нужны для частиц обладающие сверх низким сечением сверх низкой вероятностью взаимодействия вот такими вот приборами которые входят состав этих телескопов в данном случае это оптический модуль байкальского нейтринного детектора и осуществляется поиск и регистрация этих частиц то что я говорил относится в частности и к космическим объектам если мы посмотрим с вами на удаленные объекты они являются источником огромного количества излучений то что здесь показано гамма рентген видимое излучение радио излучение это только электромагнитный диапазон сюда добавляется еще и нейтрино о котором я уже сказал и гравитационные волны с которых пожалуй впервые началось экспериментальное изучение гравитации и многие другие уже частицы не входящие в диапазон электромагнитного излучения те же протоны они составляют основную массу космического излучения лишний раз мы убеждаемся что и здесь мы с вами наблюдаем тоже изучение физики ядра и частиц без этого наблюдение за подобными объектами станет для вас наверное увлекательным загадочным но совершенно непонятно реализация тех процессов которые происходят в подобных объектах идет точно так же как мы делаем искусственно с с помощью наших ускорителей так называемая концепция космического ускорителя но только в отличие от наших ускорителей где очень хорошим образом выстроенные условия для ускорения частиц здесь это получается случайным образом кривые неравномерные электромагнитные поля но имеющий гигантскую протяженность не сравнимы ни с каким земным ускорителем именно поэтому мы наблюдаем основной высокоэнергетичные частицы именно космического происхождения по нашим энергиям мы едва едва дотягиваемся до этих энергий и так снова наша структура снова наши матрешки что теперь мы поговорили с вами о кварках поговорили о том что они составляют мы можем делать следующий шаг и собрать большую матрешку мы получим с вами следующий уровень нашего знания наклон атомные ядер это не вчерашний день и не история науки это вполне себе сегодняшнее изучение а вот наши объекты для изучения три с лишним тысячи атомных ядер не путайте их со 118 элементами таблицы менделеева здесь гораздо большее разнообразие если мы посмотрим на этот как вы же иногда называют ядерный зоопарк мы увидим что разноцветные квадратики на этой диаграмме так называемая nz диаграмма нейтроны по этой оси протоны по этой оси описывает нам в основном радиоактивные ядра бета активные альфа активные и некоторые другие виды радиоактивности где же то собственно с чем мы живем и существуем в середине так называемая долина стабильности меньше десяти процентов всех ядер относятся к стабильным но можно не волноваться в естественной среде радиоактивных ядер не так много все что здесь находится получено искусственно кстати замечу ни одно полученное искусственное ядро не является стабильным все они природного происхождения другой вопрос как связываются атомные ядра уже в начале их изучения этот вопрос создавался каким образом ведь мы знаем что протоны которые входят состав атомных ядер возьмите любое ядро тяжелее дейтрона или тритона и вы получите уже ядро с несколькими протонами или 3 или 4 или 4 или 4 одно из самых стабильных ядер в чем дело как они связываются так мы начинаем говорить о внутриядерных силах или проявлениях сильного или ядерного взаимодействия на разных масштабах они называются немножко по-разному когда речь идет о именно ядре мы называем их обычно ядерными если мы говорим о взаимодействии на кварковом уровне то мы называем это взаимодействие сильным и вот здесь мы наблюдаем очень интересные эффекты к примеру эффект возникновения энергии связи вы никогда не поймете как он возникает если будете смотреть на эту картинку так как она изображена довольно забавно автор пытался показать эффект энергии связи связанная система оказывается легче чем все нуклоны из которых она состоит и пошел по пути рисования шариков спасает его вот это энергия эквивалентном массе если вы зажмуритесь и поймете что вот эта энергия вам станет значительно легче если же не зажмуритесь и не будете вот на это смотреть то это просто у вас будет мир наполненный чудесами и волшебством но вы не поймете как это происходит как представить данном случае энергия а вот объяснение которое можно найти на очень многих сайтах что такое энергия связи это энергия которую надо приложить к ядру чтобы разделить его на отдельные наклоны видите как интересно вот тут шарики и тут снова шарики интересный автор этой картинки он считал что вот это объяснение удовлетворит внимательного читателя модели увы к сожалению мы почти никогда не можем сразу дать четкое представление о том что происходит и поэтому пользуемся моделями это не вина и не проблема автора а так скажем общая беда нашего представления как это можно было бы изобразить ведь здесь мы опять возвращаемся к кельвину мы радуем его смотрите он говорит без механистической модели я не могу это понять ага говорим мы конечно и мы тоже не можем вы порадовали старика говорите говорит нам кельвин вы показали что действительно именно механистические модели работают и тем не менее без ухода от этих моделей мы не поймем даже вот этого это просто останется таинственной формулы которые пишут на разных сайтах чтобы показать что здесь что-то про науку вкупе с изображением например инштейна или кого-то еще из выдающихся физиков ну и собственно все на этом все заканчивается попробуем все таки поговорить на языке энергии что здесь уйдем от кельвиновского определения что мы увидим но мы увидим поля какие-то их распределения вот такое представление конечно тоже наполнены чудесами и волшебством более соответствует представлению о том что такое энергия может быть нам поможет вот это смотрите вот это графическое изображение потенциала здесь по оси ординат энергия а это помещенные сюда нуклоны вы скажете ну опять шарики ну давайте немножечко забудем про них конце концов когда мы с вами даже в обычной механике показываем что у нас приподнятое над нулем тело обладает потенциальной энергией равное м же аж где аж это та самая высота мы уже вводим понятие энергетических координат и вот в этих энергетических координатах все становится гораздо интереснее смотрите нечто виде потенциальные ямы откуда оно взялось оно взялось из самих нуклонов они являются источниками этого поля они сами для себя роют этот дом и сами в нем находятся откуда берется эта энергия из них самих ведь энергия эта масса таким образом мы можем сказать что правильное понимание этой картинки заключается в том что часть энергии нуклонов уходит на их связь на формирование того самого потенциала в котором они находятся и видите никакие странные представления нам уже не нужны мы начинаем понимать что если мы говорим в терминах энергии то тут все становится гораздо проще и объединение частиц системы тоже становится гораздо понятнее впрочем если кто-то так и не смог уйти от понимания того что шарики просто слепились вместе ну что же я с этого начал мы можем оставаться при этом понимании и в общем то не особо чего терять кроме того разве что что вы не сможете заниматься рядом рядом явлений и рядом объектов для которых будет требоваться именно правильное описание и еще раз о моделях мирей гелман один из создателей кварковой модели совершенно четко вот в этой своих знаменитых фразах сказал что когда мы работаем с моделями а все то что мы видели до этого равно как и вот это является моделями мы должны четко понимать что это действительно модели если мы будем пренебрегать ими мы потеряем существенную часть в нашем описании если же мы забудем о том что мы работаем в моделях то по его очень сильному выражению действительно превращаются в чудовищных монстров которые будут пожирать нас и не давать нам связываться с реальной физикой а вот это уже что-то более похоже на физику удельная энергия связи смотрите вот эта простая диаграмма на самом деле содержит в себе множество всего она содержит в себе свойства ядер она содержит в себе объяснение почему когда тяжелое ядро делится и оказывается вот в этой зоне она выделяет энергию почему когда легкие ядра синтезируются она снова выделяет энергию это то что мы используем правую часть используем в целях получения энергии левую пока увы мы не можем использовать для получения энергии но зато и правая и левая обильно дала нам возможность создать самое мощное оружие за всю историю человечества настолько мощное что само применение его может закончить существование человечества и таким образом его наличие стало гарантом от его применения и так здесь мы с вами наблюдаем свойства ядер здесь нам уже не нужны ни шарики ни какие-то механистические модели почему мы смотрим с вами на энергию это основной наш термин и основная характеристика которую мы можем использовать глядя на это мы можем понимать как происходят такие процессы как радиоактивные распады это именно освобождение от лишней энергии радиоактивные семейства как показано вот на этой анимации возникают именно по той причине что ядра обладает избыточной энергией все это тяжелые ядра и сейчас на наших глазах избавляется от него разными способами альфа распадом или бета распадом а здесь снова альфа по разному именно это когда мы уже с вами знаем что это происходит в энергетических масштабах не заставляет нас задумываться о том а что вот там вот внутри вот это вот все вот действительно вот там вот что-то из чего-то вылетает вот вот это вот клубица вот эти вот набор вот этих шариков нет мы смотрим на это просто как на иллюстративный материал равно так же как если бы мы смотрели на этих матрешек и понимали что они как бы составляют структуру вещества с помощью этого мы можем понимать как происходит исследование более сложных вещей именно для этого мы используем хитроумную технику строим подобные экспериментальные установки чтобы все-таки ответить на вопросы наше представление о том как устроено внутри вещество правильно или нет делаем оценки и понимаем что мы еще далеки от решения этих проблем потому что мы например не можем пока эффективно измерять подобные характеристики подобные явления например подобными периодами полураспадов таким образом правильное понимание того как устроено вещество что внутри него правильное понимание масштабов дает нам возможность двигаться вперед дает нам возможность создавать методики дает нам возможность планировать наши эксперименты и вот снова наш энергетический масштаб если мы понимаем то что изображено справа нам с течением времени уже не нужно будет вот такие представления у нас их просто не будет в голове мы будем ассоциировать все явления именно со значениями энергии это наверное основное пожалуй что можно было бы вынести из нашего курса помимо конечно общих знаний и представлений о устройстве микромер я иногда говорю студентам была бы моя воля я бы не задавал бы вопросы по билетам а предлагал бы простой вопрос у вас есть протон с такой-то энергией он движется в таком-то веществе опишите мне что происходит если человек может четко рассказать на каком уровне как какие процессы пойдут он овладел значительной частью нашего курса он уже научился немного говорить на этом языке и закончить я бы хотел фразой еще одного выдающегося физика теперь уже астрофизика Нобелевского лауреата Энтони Хьюиша действительно мы находимся в очень удачном месте по масштабам мы стоим ровно между миром частиц и громадностью космоса и именно это дает нам огромные возможности для изучения и одного и другого и расширяет их до предела я надеюсь что курс был полезен и для тех кто в дальнейшем выберет себе в качестве специализации именно наши разделы и для тех кто будет заниматься другой не менее интересной физикой но при этом получил общее представление и понял те основные вещи которые в курсе были рассказаны на этом все спасибо за внимание спасибо